Ваше Высокопреосвященство, Владыка-наместник и Владыка-ректор в одном лице, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, всех вас сердечно поздравляю с этим пасхальным, радостным днём. Христос Воскресе! Всегда с особым чувством я совершаю богослужение в нашей лавре у мощей преподобного в этом духовном центре русского православия и всегда при большом стечении людей и радуюсь, что вера наша не ослабевает, не смотря на те искушения, через которые сегодня проходит вообще весь человеческий род. И главным искушением явилось то, что дьяволу, как написал один классик, удалось заставить людей, что его не существует, а значит и Бога не существует. И можете себе представить, тысячелетия люди верили в Бога и не просто единично, как-то народы преклоняли сердца свои и колено своя пред Господом и Спасителем нашим. Но настало время, когда какие-то непонятные мудрецы, называвшие себя философами, стали говорить, а Бога-то и нет. А ещё добавляли, а вы докажите, что Он есть. А вот тут уж полное нарушение всяких законов логики. Кто сомневается, тот и должен доказывать. А верующим людям не нужно доказывать, что Бог есть. Потому что наши доказательства не будут ни приняты, ни поняты теми, кто не живёт подлинной жизнью верующего человека. Потому что главным доказательством бытия Божия является состояние наших душ. Во время молитвы, во время причащения святых христовых тайн, и это не просто какие-то поверхностные эмоции, это глубочайшее переживание соприкосновения с самим Богом, с великой святыней. И вот в то время, когда вера во многих так называемых развитых странах пошатнулась, когда дьяволу удалось внушить людям, что его нет, а значит и Бога нет, удивительным образом в нашей благословенной стране укрепляется вера в Господа. И если в какой-то момент нашей истории люди образованные, как принято говорить, интеллигенция отошла от Господа, то ведь сейчас происходит всё обратное. Люди возвращаются к вере, люди проникаются в важность исполнения божественных законов жизни, как тех законов, на которых и основывается человеческое подлинное благополучие. И вот, по милости Божией, сегодня мы имеем это замечательное возрождение веры в нашем народе. И вот, опять-таки, сегодняшнее повествование об изгнании торгующих из храма. Ведь почему дом молитвы, как сказал Господь, стал вертепом? А потому что у людей ослабла вера, а вместе с ней осознание божественного присутствия в храме. И почему же в таком случае не использовать, как бы теперь сказали, выгодную площадку для бизнеса? Ведь народ собирался вокруг храма, но как бы тут не подсунуть свой товарчик и заработать на всём этом? Ничего как бы и не изменилось. И до сих пор мы знаем, как вокруг определенных мест, в том числе связанных и с нашей героической историей, в празднике непременно люди начинают чем-то торговать. И предосудительным это не является. Но то, что происходило в храме, было не просто предосудительным, было греховным, потому что искажало подлинную природу того места, где Бог явился людям и где люди в молитве встречались с Господом. Ещё раз хочу сказать, что народ наш прошёл через это искушение Бога отступничества. И, конечно, и сейчас, как тоже уже сказал, есть люди, которые не верят в Бога или не считают возможным даже задавать себе вопрос, есть Бог или нет Бога. Но общее обращение людей, наших людей, нашего русского народа, к Богу совершенно очевидно. И происходит это в непростое время. Ещё раз хочу сказать, во время почти что всемирного Бога отступничества. Ну, вот такая, видимо, уж дорога уготована нашему народу. Хранить веру православную. И призываю от всего сердца, обращаясь ко всем вам, ко всем нашим людям православным, по крещению, по культуре, но, может быть, ещё не открывшими себе дорогу к храму, идите по этой дороге и не ошибётесь. Ни в личной, ни в семейной, ни в общественной, ни в государственной жизни. Потому что, если Господь с нами, то нам любое дело по плечу. Мы можем справиться с любыми врагами-супостатами, как это делали наши героические, исполненные верой предшественники. И святая Сия Лавра знает пример. Великой обороны святыни, когда, уповая на помощь Божью, держали оборону иноки этого святого места, чтобы не допустить его попрания и поругания. Мы, действительно, с вами сегодня, люди, живущие вот в это время, время в каком-то смысле судьбоносное для всей человеческой цивилизации. Не погибает мысль о том, что если не вернутся люди к Богу, не справятся с теми, как теперь говорят, вызовами. И вполне возможно завершение человеческой истории. А из слова Божьего знаем, что эта история закончится тогда, когда зло восторжествует над добром. Пришествие Антихриста – это и есть тотальное и глобальное господство зла. Но зло не жизнеспособно. Там, где зло, там нету жизни, там нету любви. А значит, действительно, всякое зло само себя истребляет. И мы, православные люди, которым многое открыто через Слово Божье, должны особенно сегодня сохранять веру нашу в сердцах, воспитывать в этой вере наших детей, молодежь, тех еще наших людей, которые, к сожалению, не нашли, сознательно как-то не нашли дорогу к храму. Но будем просить Господа, Его Пречистую Матерь, всех святых в земле русской просиявших, чтобы произошло это общенародное возрождение веры, обращение к Господу и Спасителю. Потому что, опираясь на эту веру, народ становится непобедимым. Потому что наибольшие поражения были в истории не от того, что какому-то внешнему врагу уступили, а потому что у самих не хватало силы, духа, верности и готовности бороться за страну и за народ свой, и за самих себя. И да помогает нам Господь молитвами Святаго Преподобного и Богоносного Отца нашего Сергия хранить веру православную, воспитывать в этой вере наших детей и нашу молодежь, передавать ее тем, кто еще сомневается или не уверен, или просто отмахивается от темы, как непонятный для себя, с тем, чтобы эти десятилетия грядущие стали действительно подлинным возрождением нашего Отечества, которое невозможно, как опыт показал, без возрождения веры, любви к стране своей, к народу своему и друг ко другу. И да помогает нам Господь идти этим спасительным путем, понимая, что не только обеспечим таким образом свою безопасность и свое благополучие человеческое, но и, несомненно, получим прощение грехов и надежду на жизнь вечную в Божественном Царстве. Аминь. Христос Воскресе! Христос Воскресе!